Не так давно в Одесском электротранспорте появилась возможность безналичного расчета. Давайте же проверим, как работает эта система в городском транспорте и пользуются нею одесситы. Стартовать мы решили с трамвая, а именно с 17-го, так как он проходит по всем станциям Большого Фонтана до Куликового Поля. А это значит, что пассажиропоток у него довольно внушительный. Сейчас мы проверим, как эта система работает, потому что я сам сначала не понимал. От транспорта можно рассчитаться? Можно сначала оплачивать, а там фиксируйте водителя. Да, он у меня уже... Только на остановке. На конечной, то есть уже сразу? Нет, на остановке. Ага, все, я прохожу. Если остановиться на остановке, вы подходите к водителям и фиксируйте вашу оплату. Понятно? Да, понял, спасибо. Можно вот так и так. Вот, один есть. Все, я понял теперь, как это работает. Сейчас, и второй. Тоже приложенный. Я понял. Ну, как вы можете понять, мы вот только что заплатили за проезд трамвая двумя билетами. И в 17-м трамвае, в 17-е и в 18-е на одном маршруте эта система работает. Пока что система без наличного расчета работает только в троллейбусах и в трамваях города Одессы. Осуществляется она при помощи приложения транспорт. Там вы покупаете билеты и на специальном датчике возле водителя транспорта рассчитываете с ним. Как же работает эта система? Вы нажимаете купить билет. На данный момент доступны только одноразовые билеты. Многоразовые и проездные добавят только в ближайшее время. Мы покупаем купить один стандартный билет, который действителен один час с момента его покупки. Выбираем карту, нажимаем купить билет, подтверждаем покупку и автоматически деньги списываются с вашей карты. А билет появляется в уже купленных билетах. Поздравляю, вы купили билет. Мы проверили, как работает система транспорт в трамвае. Давайте же попробуем рассчитаться таким же способом, но в троллейбусах. Сейчас мы проедем на 10-м троллейбусе и проверим, как работает эта система здесь. А пока мы едем в 10-м троллейбусе, расскажу, как вообще появилась система без наличного расчета в Одессе. Впервые упоминание такого проекта прозвучало больше года назад, однако заработала она только сейчас. Компания, которая выиграла конкурс на установку аппаратов, обязалась установить средства в каждом трамвае и троллейбусе. После этого она собиралась провести анализ пассажиропотока городского электротранспорта и поставить оборудование в маршрутках. А мы уже приехали. И в 10-м троллейбусе валидары тоже работают. Но как бы современно и актуально это не было для наших реалий, недостатки все же есть. Первый из них – это отсутствие выбора. Можно купить только один билет номиналом пока еще 5 гривен. Причем действует активированный билет только час. О продаже проездных через приложение мы можем пока только мечтать. Второй не очень понятный и не очень приятный момент – валидар, аппарат для оплаты, находится только возле водителя. В час пик подобраться к передней двери сложновато. Чтобы сделать еще один большой шаг навстречу цивилизации, подобное оборудование должно быть установлено у каждой двери. Что ж, мы проехали на троллейбусе и трамвае, которые в основном используют одесситы. Это троллейбусный маршрут номер 10, а также трамвайный номер 18. Можно сказать о том, что систему транспорта, то есть безналичного расчета, одесситы не особо активно используют. За всю нашу поездку нам встретился всего лишь один человек, который использовал эту систему оплаты. И при этом кондуктор нас уверила, что ежедневно ее используют в среднем 5-7 человек. Но также нам рассказали, что эта система станет более популярной, но со временем. С вами были Игорь Исаенко, Константин Ищерец, телеканал Репортер.